МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он настолько ее избивал, что, знаете, такие ребристые есть батареи, он брал ее за волосы, завязывал рот ей полотенцем, и вот так ее, ну, об батарею, у меня на глазах это все происходило. Из-за того, что меня постоянно лупили, в школе я была таким гадким утенком. На сегодняшний день я понимаю, что я видела демона. Я конкретно видела, что ко мне приходил демон. Зачем? Сквозь дверь. Да. Потом в дальнейшем уже наркотики были. Получается, круг друзей такой уже образовался. Да, да. Сама искала эти друзей? Ну, в принципе, да. Да, я просто выходила на улицу, я реально искала себе приключения. Поворачиваю второй раз голову, его уже нет. Ты реально это видела? Да, я реально это видела. Испугалась, страх, что-то? Да. Если честно, я туда приехала, я очень боялась. Мне было очень страшно. Они говорят, ты что, ложись, мы тебя сейчас бить будем. Я говорю, вообще меня насмешили. Вы хотите меня избить? Я еще лечь должна. Охранники, они очень пошло к нам относились. И они там, слышите, убийцы, там, воры встали, смирно, сейчас пендаль там. Ну, то есть, тут такое. В карцер пропесочивали и в карцер. Я прямо через матрас из карцера не выходила. А в карцере еще там зима, мороз. Мне нужны деньги. Моя мама меня пилит, что за квартиру надо платить. А я здесь живу на халяву. Я в отчаянии иду работать проституткой. У двоих из них было написано, что они меня панически боялись. То есть, это был не просто страх, это была паника. Здоровые молодые пацаны, они меня боялись. Я в какие-то долги непонятные залезла. Меня вообще в рабство забрали. Мама, когда узнала, что я совершила, у нее ноги отнялись. Она 4 месяца не могла ходить. Открываю свой публичный дом. Девочки у меня не могут нарадоваться. То есть, они по собственному желанию все работают. В другой группировке меня и застрелить хотели. И как-то везли меня там на завод от Чакова. Хотели расстрелять. Когда вот в подвале я била ее, она мне сказала, если ты меня не убьешь, ну, у меня были реплики такие, я тебя убью. А потом я говорила, что может, тебя жить оставить, и пусть твоя совесть тебя сожрет. Мне дали срок 16 лет. Внутри нашей семьи, за закрытой дверью, царила жестокость. Мой отец, он очень сильно избивал маму. Но еще будучи беременной, она когда была, отец уже тогда ее бил и унижал, и говорил, что ребенок нагулиный. И когда он ее избивал, она все время прятала живот. Она все время, ну, как она мне рассказывала, она все время боялась, что я пострадаю там в животе. И ладно, если я просто как бы погибну от удара там в животе, но если я могу родиться каким-то уродом, для нее это было очень страшно. И она, тем не менее, она думала, там, ребенок родится, что-то изменится. Ничего не изменилось, когда я родилась. Здесь они купили дом, и мы в частном доме жили, и такая ситуация, что в частном доме, ори, не ори, тебя никто не услышит. И он мою маму очень жестоко избивал, он меня бил. Он настолько ее избивал, что, знаете, такие ребристые есть батареи, он брал ее за волосы, завязывал рот ей полотенцем, и вот так ее, ну, батарею, у меня на глазах это все происходило. Если я начинала кричать и заступаться за маму, я была выкинута в другую комнату, дверь закрывалась, я ревела до того, я помню даже вот это ощущение до сих пор на губах, у меня губы немели от того, что я вот, ну, наплакалась так сильно. Но когда от нас ушел отец, и мы остались с мамой вдвоем, получилось так, что вот эта вот агрессия, ну, вот сейчас я знаю, что это такой демон, живущий в нашей семье, он полностью как бы перешел на маму. И в итоге моя мама стала таким агрессором, которым когда-то был папа. И если я что-то делаю не так, она меня лупит вообще просто в истерике. Сама не понимала, что происходит. Да, да, да. Просто вот так. Она меня и забьет, потом обнимает, прощения просит, и ревет, и сама пьяная, и, ну, это тоже какой-то кошмар был. Дом мы продали. Это сколько тебе лет было? Это где-то вот с десяти. С десяти лет? Да, вот такая вот. Сначала папа тебя вот, ты маленькая совсем была, получается, а в десять лет тебе мама так вот уже начинала. Из-за того, что меня постоянно лупили, в школе я была таким гадким утенком. Я такая забитая вообще была. У меня там какие-то корявые косички с бантами. И я постоянно всех боюсь, всего боюсь. Как бы кто-то там может подбежать, дать мне подзатыльник, пендаль. Я там, и все, я ничего не могу. И я, когда начала взрослеть, где-то 14, там, лет 16, я поняла, что, ну, я не хочу быть жертвой. Мне это надоело. Я прямо устала от того, что я жертвой, меня все обижают. И получилось так, что я уехала к бабушке на лето. У бабушки я познакомилась, у меня была подружка, она меня познакомила с какими-то двумя парнями, с которыми мы поехали отдыхать. А я такая, ну, я скромная очень была на то время. Там у меня, если платье чуть выше колена поднимется, я уже краснею. Там просто, я боялась, там парень меня за руку возьмет, у меня все внутри дрожит от страха. Я очень как бы всего этого боялась. И тут она меня, ну, я-то вроде ее знаю, и мне кажется, что зла-то она мне не желает. И она приглашает меня отдохнуть с какими-то там своими друзьями. И получается так, что я еду, и меня спаивают просто там, у нас 4 человека, там 16 бутылок вот этой русской ядреной водки. Меня просто на какие-то уважаешь, не уважаешь. Я напиваюсь так, что меня насилуют. Да, тебе 14 лет было? Да. Я боюсь идти домой, я домой не иду, ни к бабушке, никуда. Приезжает моя мама, она приезжает меня искать. Я понимала, что я использованная, что я никому не нужна. Я не знаю, я маленьким ребенком, я очень чувствительная была к таким духовным вещам. Я всегда видела, когда отец врет, когда мать врет. Я прямо видела, как рот, когда они говорят, он становился сальным. Вот я не знаю, как это объяснить в физическом таком, да. Но вот человек говорит, говорит, и у него рот такой соловей, становится сальным, и я понимаю, что он мне сейчас врет. Я это с детства как бы помню, вот такие ощущения. Мы собирались из дома съезжать, и все уже почти было собрано в шкафах, в ящиках. И я лежала на кровати напротив входной двери. За этой входной дверью, если повернуть направо, еще две двери. Такие как бы дверь, какой-то там типа чуланчика такого, и выход на улицу. И я лежала и играла с котом на кровати. Там бабушка у нас спала в другом углу комнаты. Мама была на работе, она работала сутки через трое. И я была в кровати, мне не спалось. Я играла с котом, и вдруг этот кот напрягся прямо весь. Я его так за лапу беру, передний и задний, только по колено, чтобы он расслабился. И отпускаю его, он раз, и под кровать. И так получается, что свет в комнате только от Луны. И я так поворачиваю голову в эту сторону, и я вижу, вот в этом дверном проеме стоит мужчина. В пальто, в шляпе. Ну, из дома никого не было? Кроме бабушки, да. Кроме бабушки. И бабушка еще такая, ты двери закрыла, газ выключила, иди проверь, проверила. Через полчаса точно закрыла? Ну, то есть вот... А пока тут увидела, что-то ненормально происходит. То есть кот странный, да? Ну, мне 10 лет, я особого значения это не придала. А, ты еще 10 лет был? Да, я думаю, ну, может, ему надоело, что его там пичужу. И я поворачиваю голову, мужчина стоит. И он так спокойно стоит, как бы на дверной косяк, вот так облокотившись. Но я не вижу ничего, кроме вот силуэта. И я понимаю, что он смотрит конкретно на меня. И я так раз отвернулась, и у меня страх. Ну, прям такой дикий страх. И я, ну, поворачиваю второй раз голову, его уже нет. Ты реально это видела? Да, я реально это видела. Испугалась, страх, что-то... Да, да. Я позвала бабушку, и говорю, что... Ну, я разбудила ее, говорю, там дяденька стоит. Она взяла там светильник, пошла с этим светильником. Никого нету, и двери на улицу, вот эти вот, которые две двери через чуланчик, они открыты, и входная дверь, она на цепочке закрыта. То есть, ну, на сегодняшний день я понимаю, что я видела демона. Я конкретно видела, что ко мне приходил демон. Зачем он... Сквозь дверь. Да. То есть, зачем он пришел, для чего он... А, еще вот эти язычки сами от замков, да, которые дверь держат закрытой, они были вытащены так, как будто двери закрыты. Но они не были выломаны. Просто дверь была открыта, и она была только на цепочке. Бабушка и мама мне сказали, это папа, наверное, приходил тебя украсть. В общем, ну, я понимала, что что-то нереальное. Ну, как бы время прошло, но мама как-то это вот... Мне потом, когда мне лет уже 18 было, она связала это вот с этим моментом и сказала, что я после этого момента стала, в принципе, неуправляемая. Там, Ира, выключи телевизор. Я говорила, выключи телевизор. Ира, ну, пожалуйста. Внутренний бунт лежит у тебя, да? Да, все. И мама это заметила? Да. Все, практически все заметили. Да, да, да. То есть, это было видно. И получилось так, что я вернулась в школу очень агрессивно. Это был, по-моему, седьмой класс. Я очень агрессивно приехала. Я прям всех ненавидела. У меня вот эта ненависть, она настолько меня переполняла, что я поняла, что если меня кто-то сейчас обидит, я буду просто бить, чем попало. И у меня в школе летели там горшки цветочные, линейные. Ну, все. Я просто агрессировала полностью. Я приходила в раздевалку, завязывала там куртки на узлы, чтобы люди не могли... Просто так. Я мстила. Я просто мстила всем, кто меня когда-то обижал. Потом в какой-то момент... Я вообще пустилась во все тяжкие. Это где-то восьмой, наверное, класс. Да, восьмой. Я пустилась во все тяжкие, что... Мне уже вообще как-то было все равно. Что мама говорит, мама бухает там? Что она там ей от меня надо? Я наоборот ей... Выпей, там выпей. Она напивалась, падала. Я уходила гулять по ночам. У тебя даже плюс был, что она напивалась, ложилась. И ты свободно просто уходила и гуляла, да? Там мальчики... Вина практически... Ты считаешь, что вина родителей была в этом? Ну... Или все-таки тебя вот манило, потому что у тебя внутри был уже бунт этот занесенный. Ты рассказываешь, и тебя вот манил этот мир уже куда-то вот. Свобода, свобода такая. Во-первых, я считаю, что... Это сегодня я так считаю, что вина родителей есть. Потому что... Ну, это я сегодня знаю, что... Мы жили без Бога. И меня никто не научил любить и чувствовать себя любимой. Ну, это была вина родителей. Моя вот эта вот агрессия, вот этот весь бунт, он вылился в то, что я всех била, била, била. Ну, то есть меня били, и я начала всех бить, бить, бить. Надо, не надо. Я стала употреблять алкоголь, нюхать клей, потом в дальнейшем уже наркотики были. Это получается, круг друзей такой уже у тебя образовался. Да, да. Ты сама искала этих друзей? Или же они тебя нашли? Ну, в принципе, да. Я просто выходила на улицу, я реально искала себе приключений. Я знаете, что заметила в своей жизни еще такой юной девочкой? Что с какого-то периода времени, как это объяснить, я боялась кому-то показать, что я могу чего-то бояться. То есть я боялась бояться. Не показывать страх. Да, и вот этот фактор очень многих просто отпугивал. Вот я иду, например, по городу, да, у нас там тусовки в городе есть определенные, и там собираются очень плохие мальчики. Я специально шла мимо вот этих очень плохих мальчиков. Передо мной могла пройти девочка, и они там какие ноги, пойдем за угол, там туда-сюда. И она там, ой-ой, и убегала. А я шла мимо, вот прямо сквозь вот эту толпу, и была такая тишина, она аж звенела, эта тишина, потому что мне никто ничего не говорил. И я так гордо проходила, и я думала, я звезда. Вы ничего не можете со мной сделать. Но, конечно, я не всегда была победителем. Очень было много таких ситуаций, когда меня насиловали. Я попадала в такую компанию, где меня очень жестоко избивали. Меня просто за руки, за ноги вот так выкидывали на улицу. В любом случае, где-то была унижена, да? Конечно. Это вот мир такой. За все, да, за все приходилось платить. Где-то я победила, а где-то меня так вообще воткнули в дерьмо, что, ну, я это прятала. Я это, помню, когда я сидела в тюрьме, у меня с девчонкой был разговор. И она говорит, вот ты рассказываешь случаи своей жизни, и везде ты прямо звезда. Я так поворачиваюсь и говорю, знаешь, ну, я не буду тебе рассказывать вещи, в которых я была не звезда. Зачем? Ну, зачем мне этот понос выносить, ну, кому-то, кому я не доверяю даже. Может быть, кому-то я бы и рассказала, где мне было больно, где меня там оскорбили и унизили. Но тебе, вот лично тебе, кто ты? Ты сегодня есть в моей жизни, а завтра тебя нету. И я не знаю, как ты вот в этом месте это будешь использовать потом против меня. И в итоге в 16 лет на меня там уголовных дел таких конкретных не было. Но в 16 лет комната по делам несовершеннолетних, меня туда вызывали-вызывали, ни одной явки у меня не было. Меня поймали и... За что поймали? Вот за эту вот разгульную жизнь такую, да? Не учел, вот тогда... А ты не училась? Да, в школу ходила. А, бросила школу? Ну, я ее не бросила, я ее прогуливала. А, прогуливала? Да. Я там сама справки подделывала медицинские, что я якобы болею. В общем, на меня... Не без этого тебя начали вызывать. Да, на меня уже зайти за подделку документов. Да. Хотели срок уже как бы мне дать, но пожалели, чтобы не в детскую колонию, а как бы в спецучилище меня отправить. Ну, в общем, отправили меня в спецучилище. Все девочки. А жестокости там тоже среди малолеток очень много. Если честно, я туда приехала, я очень боялась. Мне было очень страшно. То, что здесь происходит на самом деле, вы никогда не узнаете. Для вас у мусоров все хорошо. А на самом деле здесь царит полный беспредел. Он во всем. В режиме, в работе. Об этом можно долго говорить, можно даже написать книгу или снять огромное кино. Моральная атмосфера невыносимая. Я уже не знаю, как добить свой срок и вернуться домой нормальной, а не психбольной. Здесь не исправляют. Здесь портят. А я была такая маленькая, худенькая. Вообще, я очень худенькая всегда была. И очень маленькая. Я даже так стеснялась своей худобы, что я по несколько спортивных штанов одевала, чтобы казаться побольше. Но, в общем, ситуация была такая, что я сидела, писала письмо маме. У меня под шкафом стоял тазик с моим грязным бельем. Это где-то я уже неделю прожила, все было спокойно, я уже с Режиевым была знакома, ну вот с такими мелочами. И ко мне пришла толпа сзади за спиной, в дверь они вошли, поставили прямо где вот я писала письмо. Они мне поставили тазик грязного белья, причем какого-то вообще очень вонючего. Чтобы прописаться в зоне, важно соблюдать некоторые правила. Не подлечить, не крысятничать, то есть не воровать, не стучать, уметь постоять за себя. Иначе можно стать чушкой или мошкой, то есть шестеркой. И говорят, иди стирай. Я так на спинку стула откидываюсь. Пришла проверка, да? Да, мне страшно, да безобразие. Но знаете, еще такая, во мне была черта, когда я пугалась, я злилась. И когда я злилась, я становилась очень спокойной, и разговаривала медленно, четко. То есть, ну, я так на спинку откидываюсь и говорю, вам надо, вы постирайте. И они, ты что там? И не страха, спокойствие. Ну, то есть, да, у меня вот этот щелчок, у меня сработал вот этот, нет, у меня страх. Но вот этот страх меня разозлил, сработал вот этот вот, ну, фактор. И я так расслабилась, и все, вам надо, вы постирайте. Они, ты что, ложись, мы тебя сейчас бить будем. Я говорю, вообще меня насмешили. Вы хотите меня избить, я еще лечь должна. Вот положите, получится, и забьете. И они что-то там начали со мной бороться, я как бы стала отмахиваться. И одна из девчонок говорит, она наша, все, не трогаем ее. И, ну, как бы, и все, они собрались и ушли. Проверяли, проверка прошла, все нормально. То есть, бить бы меня за это никто не стал. На самом деле, это просто была проверка. Потому что та девчонка, которая со мной пришла в один и тот же день, к ней пришли, поставили тазик на стол, и так, ну, скакалочкой помахивают, и говорят, ну, что, ложись. И она, пожалуйста, не бейте, я все постираю. Ну, то есть, все, проявился страх. Сейчас, если вот я смотрю на то время, мне ее очень жалко. Я как-то раньше, я ненавидела слабых людей. У меня сразу к ним презрение, ненависть. Мне хотелось прямо прибежать и ноги об этих людей вытереть. А сейчас, я когда смотрю на людей слабых, вот на предателей, на тех, которые боятся Бога, мне очень их жалко. То есть, человек всю жизнь живет в страхе, это очень страшно. И когда я прошла прописку, то есть, свои два года я там пробыла очень замечательно. Я хорошо себя чувствовала, у меня всегда было курить, хотя там курить было запрещено. У меня всегда были запретные какие-то вещи. Я чувствовала себя авторитетно. Сколько прошло? Два года. Я там пробыла два года, да. Пробыла там и вышла. Да. На заключение придало еще определенную правильную жизнь, так скажем. Ну да. В этом криминальном мире. Закрепиться там именно, да. Закрепиться, да. Стать своей. И вот знаете, вот за эти два года, кстати, именно там я первый раз услышала о Боге, о Библии. Все-таки там ты услышала. Да. Это был самый первый раз, и это прозвучало так. У нас была девочка эстонка. И я как к ней в комнату не зайду, ну да, по несколько человек в комнате жила, и я к кому-то захожу, и я вижу, что она сидит Библию читает. И вот я как не зайду, она сидит Библию читает. А еще такая толстая книжка у нее, такая эстонская Библия. Она эстонка сама была. Я говорю, что ты там такую читаешь? А она прям вот так садилась за стол, ровно вот так вот прям, и вот так ее читала. Ну это было как... Благоговейно для нее тогда? Не знаю, как для нее, но для меня это было что-то... Я просто так книжки вот так читала, ну я до сих пор их так читаю. А она прям как в школе садилась и вот так вот читала. Я к ней подхожу и спрашиваю, что ты вообще там читаешь? Она говорит, что это Библия. И зачем? Она говорит, на самом деле мой папа мне сказал, что если Библию три раза прочитать, то станешь свободной. Может быть, папа имел в виду совершенно другую свободу. Может быть, там и эта девочка говорила о другой свободе. Но я для себя поняла, что я могу прочитать Библию и освободиться из Кагура. То есть, ну все, я могу из этого спецучилища освободиться. Я стала искать Библию. Но мне же надо прочитать. Ты даже поверила, что такая свобода получится. Да, я три раза прочитаю и меня отпустят. Я не нашла Библию на русском языке, на эстонском я читать не умела. Но тогда, кстати, еще вот в этом заведении я научилась отношениям с женщинами. То есть, если раньше я использовала мальчиков, то тут я поняла, что еще существуют отношения между двумя женщинами. И я стала использовать девочек. То есть, ну, я девочка симпатичная, на меня западают мальчики, на меня западают девочки. И я могу людей использовать вообще на всю катушку. В чем смысл использовать? Получать то, что я хочу. Манипулировать. Конкретно манипулировать для того, чтобы получать то, что я хочу. Чтобы что-то принесли. Да. Что-то сделали. Да, да, да. То есть, для меня важно, чтобы вокруг меня прыгали все. И у меня получалось. Ну, сегодня я понимаю, что это не у меня получалось. Это дьявол руководил вот мной для того, чтобы я как можно больше людей затягивала глубже и глубже в грех. И к тому моменту у меня уже созрела мечта стать королевой аферизма. Я хотела пойти учиться на психолога и потом на адвоката, чтобы вот эти две профессии использовать для того, чтобы использовать людей еще сильнее, еще чтобы обманывать закон, ну, то есть, обходить закон стороной. И чтобы как бы психологически на людей... Уже пошла учиться с умыслом. Да, я хотела, я не пошла учиться, я хотела пойти учиться. У меня созрела такая мечта, но до того, как пойти учиться, я стала изучать психологию самостоятельно. Эта психология, знаете, она мне далась, но это были не просто знания, это было демоническое влияние над людьми. Представляете, я изучая психологию, очень много книг читая, там парапсихологией увлекаюсь. Я стала изучать психологию очень основательно. Благодаря вот этим изучениям я могла сидеть... Ну вот, например, ситуация. Я вижу человека, цель, да? Я понимаю, что у него очень много денег, и мне из этих денег надо частичку положить себе на карман. Я приглашала его куда-то пообедать или поужинать. И только потому, как он ест, как он накалывает на вилку картошку, как он пьет сок, как он ставит стакан. Представляете, я могла рассказать о нем самой себе все. Сколько у него детей, женат он или нет, там, или она замужем или не замужем, что какие у него слабые стороны, какие сильные. Сегодня я знаю, что это демоны, конкретно демоны, которые под контролем которых я жила... Руководили женатой. Да. Они конкретно давали мне вот эти знания. Они же видят эту жизнь, да? И вот точно так же, как мою. Поэтому они мне, как будто бы я такая умная, вот через эту психологию, все тут про всех знаю. Они диктовали, посылали мысль, и ты ее использовала. И я это использовала. Я очень многих людей сломала, прямо очень сломала. А вообще уже в такой плотно вот к таким как бы авторитетным людям в дочки я попала благодаря собственному отцу. Он у меня был такой, уже фирму свою открыл, солидный. Я, освободившись из Кагвора, где-то через полгода вышла замуж. Вышла замуж за очень приличного мальчика. Он отучился в техникуме, был спортсмен. Единственный его недостаток и вредная привычка была, что он курил. Не пил вообще. Ну, такой хороший, с российской стороны мальчик. Я познакомила его со своим папой. Папа узнал, что он занимался каратэ и взял его к себе в телохранители. Ну, а став телохранителем, он уже, естественно, стал крутиться в сфере вот таких людей, которые занимались криминалом. Он охранял там каких-то налетчиков, заводчиков. Я не знаю, что там. В общем, в итоге сам стал рэкетом заниматься. Ну, а я жена человека, жена отца, которого знает весь криминал. Вернее, дочь отца, которого знает весь криминал. Жена мужа, который сам в криминале. Там рынок у нас держал. И как бы я вот так влилась во всю вот эту атмосферу. У меня родилась дочка. Когда моей дочке было три месяца, я ушла от мужа. Ну, я прямо реально его бросила. Он тоже плакал, он просил меня остаться. Он просил, чтобы я от него никуда не уходила. И все. Я как бы дочку спихнула маме своей воспитывать. А сама целиком и полностью погрузилась вот в эту вот разгульную такую жизнь. Криминальную там. Своровать мне было интересно. Кого-то пойти избить. Мне было интересно. Я пила очень сильно. Меня муж доставал. Муж, короче, не давал мне спокойно жить. Но я ему по-своему не давала спокойно. А он мне не давал спокойно жить. Он все хотел, чтобы я сидела дома с ребенком. Я, естественно, с ребенком не хотела сидеть. И тогда я уехала гастролировать. Я уехала в Россию, еще там куда-то. И, в общем, в итоге я оказалась в Москве на трех вокзалах. Стала работать там на лохотроне. Мы разводили там с помощью этих каталок, которые колпачки, вот эти там лошадки на экране. Я, значит, стала с этими чеченцами там работать. Самое интересное, что чеченцы меня не обижали. Вообще, как бы, никто меня пальцем не тронул. Я только свой пацан там была среди них. Ну, потому что у меня характер был такой. И я там на всех кидалась. Ну, просто нахрапом, так скажем, брала. Да, там кто-то со мной начинал шутить. Я сразу бузила, сразу же хамила. И как-то меня так, ну, не трогали. Свой парень была. Но были такие ситуации, что с другой группировки меня и застрелить хотели. И как-то везли меня там на завод Очакова, хотели расстрелять. Меня просто случайно какая-то женщина-экстрасенс среди ночи вышла гулять с собакой. И просто меня спасла. Вообще случайно. Реально. Взяли, хотели расстрелять. А женщина откуда взялась? Она вышла гулять с собакой. Там у завода стояли новостройки. И вот она из этой новостройки просто пошла гулять с собакой. А я сделала вид, что я потеряла сознание. И вот этот пацан, который хотел меня застрелить, он меня тащил на себе. И как бы, ну, как будто мне плохо, он меня просто несет. И когда мы стали проходить мимо этой женщины, я с него спрыгнула, к ней подбежала и сказала, помогите, сделайте что-нибудь, он меня сейчас убьет. Она его как-то так заговорила, что он отдал ей оружие и ушел. То есть она, ну, да, он прямо оставил ей вот этот пистолет, который там у него был заряжен. И она меня забрала к себе домой, я у нее переночевала, у нее ребенок, муж. И она сказала, что тебе больше нечего бояться, он тебя не тронет. Больше я этого человека, кстати, никогда не видела. Очень многие вот там, где мы работали, спрашивали о нем, и никто его больше не видел. Но я не знаю, я чеченцам рассказала, что он хотел меня застрелить. Может быть, они там ему, я не знаю, что они сделали. Может, увезли там на рельсы кинули, может еще, ну, я не знаю. Но меня уже это не интересовало. В общем, я решила попробовать работать с карманниками. Ну, мне было интересно. То есть это я умею, то я умею, катала я уже умею. Там облапошивать людей умею, то умею. А вот из кармана щипать не умею. И мне стало интересно. Они меня учили, как это делать, как так, чтобы одежда не шевелилась. В общем, сказали, что в итоге там чучело какое-то, они мне привезут с колокольчиками, чтобы ни один колокольчик не звякнул. И я все-таки как бы пошла с карманниками, мы пошли в магазин, и они щипанули кошелек. Ну, так как работают же в паре, один щипач, а второй как бы уходит с кошельком. И вот я вот этим вторым была. И я перехватываю кошелек, и меня конкретно видят. И получается так, что он ее задел в тот момент, когда мне кошелек как бы передавал. И получилось, что она увидела, что это я у нее кошелек вытащила. Полиция, меня скрутили, милиция тогда. Меня скрутили, свертели, в общем, в тюрьму посадили. Посадили меня в тюрьму. Завели на меня уголовное дело. На самом деле получилось даже так, что на суде мне посчитали, я просидела в тюрьме 7 месяцев. А на суде мне посчитали год, ой, день за 3. Мне еще выплатили какую-то денежную компенсацию за то, что я пересидела. Мне как-то дали полгода, а посчитали день за 3, и получилось так, что я полтора года как будто просидела в этой тюрьме. Как-то так это все сработало странно. И из зала суда меня зимой в январе выпускают. Друзья меня, никто не ждал, что я из зала суда выйду. И тут они меня встречают пир горой, снимают мне номер в гостинице на следующий день. Привозят мне кучу всяких вкусняшек там, отмывают меня от запаха тюрьмы вот этого, как бы там в бане. И в этой гостинице они мне привозят шмаль на курицу. И привозят мне прям такой солидный пакетик этой шмали. Я кладу в куртку в карман, они мне там уже и шубу привезли, и все. И через 2 дня, вот после того, как я освободилась, я выхожу на улицу погулять. Выхожу одна. И меня мордой в пол на улице в отделение милиции. И сразу же меня шмонают, достают у меня эти 2,5 грамма марихуаны. И я на свободе пробыла 2 дня, и я уезжаю на 3 года. Моя мама написала мне письма, она меня ждала. Она все время моей дочке говорила, что я есть, что я ее люблю. А я с дочкой даже не контактировала. Я вот где-то знала, что я ее люблю, и что если что-то с ней случится, я любому глотку порву. Но контакта у меня с ней не было. Вот я приеду домой, 2 дня с ней я побыла. Я думаю, господи, как я-то не устала уже. Ну, то есть я не могла ее воспитывать, мне очень тяжело было. И тоже случилось... Более не видела уже долгое время. Ну да, как бы мне тяжело с ней было. И тут моя мама пишет мне письмо. Но она шутила на самом деле. Я не знаю, как Бог так вот вывернул это в моей жизни. По России пошла амнистия. Моя статья по наркотикам не шла с 71-го года вообще ни по каким этим послаблениям. Скоро амнистия, и любая из женщин надеется, что она попадет в число помилованных. Тогда зона не успеет до конца разрушить ее жизнь, которая и так уже искалечена. А тут, вот я по этой статье сижу, и я еще, главное, на то время одна за наркотики сидела только. Там сидели за все что угодно. Вот за наркотики я сидела одна на всю зону. И когда на плац выстраивали, вот эти вот охранники, они очень пошло к нам относились. И они там, слышите, убийцы, там, воры, встали, смирно, сейчас пендаль, там. Ну, то есть, вот такое было отношение. А я всегда стояла и говорила, ну, что это такое, опять не обо мне говорят. Я-то за собственное здоровье сижу. Ну, что я за наркотики, которые сама употребляла. И пишет мама мне письмо. Вот как раз под эту амнистию, когда идет статья, что нам тут так тяжело. Скоро только одной зубной пастой будем питаться, потому что она дешевая в магазине. Все остальное дорого, денег не хватает. Я с голодухи уже наклоняюсь. Голова кружится, когда полы мою. А я не понимаю по письму, что это шутка. И меня так расстроило это письмо, на самом деле. Моя подруга меня спрашивает, что случилось. Я говорю, представляешь, у меня там мама и дочка голодают. А я здесь в тюрьме сижу, не выбраться. Вызывают меня... На следующий день меня вызывают на комиссию по амнистии. Я прихожу туда, в эту комиссию. Меня начинают спрашивать, говорят, у вас карцера. А я, когда села в тюрьму туда, на срок, вот в саму зону приехала, я отказывалась работать. Я им конкретно говорила, я сюда срок приехала мотать, а не работать. Вам надо идите работать и сшить свои варежки. По признанию женщин, самое тяжелое привыкнуть к режиму в колонии. Подъем в 4-5 часов утра, вывод на работу без часовым перерывом на обед и двумя 15-минутными перекурами осужденные трудятся до 4 часов вечера. Потом приходит вторая смена. В ней женщины работают до 2 часов ночи. Всю территорию колонии содержат в порядке сами женщины-заключенные. Они убирают улицы и жилые помещения. В любую погоду 5-6 раз в день осужденных строят на плацу для режимных проверок. Каждый из них может длиться от 15 до 40 минут. После работы ужин, отбой в 10 часов вечера. А еще нужно переделать обычные для женщины дела. Постирать, заштопать вещи, привести себя в порядок, написать письма. И каждый раз они меня там пропесочивали и в карцер, пропесочивали и в карцер. Я прямо через матрас из карцера не выходила. А в карцере еще там зима, мороз, окно выбито. Я там вообще ноги замерзли, вся замерзла. Я вообще оттуда больная вышла. Я не знаю, Бог просто реально сберег мое здоровье. Потому что там, в таких условиях, я отморозила себе все придатки. За счет того, что у меня ноги были всегда холодные. Нам ни фуфайк ничего не давали. Матрас только на ночь. В общем, такие вообще жуткие были условия. И тут я прихожу к ним, они мне начинают говорить, а что это вы так плохо себя вели, мы сейчас не можем вас выпустить за плохое поведение. И у меня такая агрессия, я на них... Я говорю, что вы лезете там, ну, не можете отпустить и не надо. Я выхожу с улыбкой на лице, говорю, меня никто не отпустил. Подруга бежит в отряд, хватает вот это письмо, которое мне мама написала, прибегает туда в часть, отдает им это письмо и говорит, вы не можете ее не выпустить. Она вообще не из России, она из Эстонии. У них там вообще все плохо. Они меня вызывают пару-пару обратно, я захожу. И они ни о чем меня практически не спрашивают. Говорят, что же вы так, у вас дома такие проблемы, а вы здесь себя так ведете. Я говорю, не лезьте в мою жизнь, ну. И они мне вот так папку разворачивают, говорят, расписывайся, завтра на этап домой. Меня заколотило, затрясло, у меня слезы, я просто даже не поняла, что случилось. На зоне любая женщина меняется. Она отвыкает от вольного быта. Ее проблемы отличаются от тех, которые были привычными в прошлой жизни. Обычные домашние заботы и дела остаются только в воспоминаниях. По природе своей мы не созданы жить в неволе. С детства нас учат отличаться от других, быть личностью. Колония меняет все. Здесь всех заставляют быть одинаковыми. Но, и опять, я освободилась. Опять вот этот пьяный угар, вот эти вот какие-то мужчины, женщины, тусовки. Я плохо помню вообще весь этот период. Вот начиная с 18 лет до 26. Это пьяный угар. Это просто угар. Это не свобода. Да, я освобождаюсь. Я приезжаю в Эстонию. Мне нужны деньги. Моя мама меня пилит, что за квартиру надо платить. А я здесь живу на халяву. Я в отчаянии иду работать проституткой. Я, это вообще очень мое самолюбие, было прямо разломано мое самолюбие. Я напивалась так, что меня просто привозили к клиенту, вот так вот ставили к стене, чтобы я не падала. И еще два человека меня поддерживало, чтобы я не скатывалась по стене. И самое интересное, что постоянно меня выбирали. Вот меня невменяемую. Я хамлю. Я там в морду кидаюсь. И все равно они меня выбирают. В итоге меня передали в Таллин. В Таллине, в этой конторе я в какие-то долги непонятные залезла. Меня вообще в рабство забрали. Потом я оттуда сбежала. Потом познакомилась в другом городе с авторитетами. Они там что-то вась-вась договорились, меня отпустили с миром. Ну и вот эти, с которыми я связалась с авторитетами, они там из другого города, в другой конец Эстонии. Они привезли меня сюда, туда к себе, в свой город. Вот, тоже такого зверяка, я как зверек в клетке на развлечения. И я открываю свой публичный дом. Открываю свой публичный дом. Девочки у меня не могут нарадоваться, то есть они по собственному желанию все работают. Они нарадоваться не могут, как я хорошая, как я за ними ухаживаю, как я помогаю им красиво одеваться, как я помогаю им там маникюр, педикюр, в общем, все делать. Макияж красиво накладывать. То есть, все рады, все довольны, но за мной охотится милиция, полиция уже тогда. Так, а за что она охотилась-то? Содержание притонов. Вот из-за этого, из-за проституции? Да. В общем, они за мной охотятся, они меня ловят. У меня четырехкомнатная квартира, в которой живут там все газеты про меня пишут. Девочки почему-то показания дают все против меня, плюс к тому, что у меня был притон, прибавляется то, что я рэкетом сама лично занималась там в том городе, вышибала, ходила деньги у людей. Ну, то есть... Еще плюсом. Да. И меня закрывают, в общем, здесь опять в тюрьму. Закрывают в тюрьму. Я опять провожу в тюрьме где-то около семи месяцев, может, где-то больше, что-то десять, может, месяцев. И меня освобождают условно-досрочно. Со мной вот эти вот десять месяцев сидела одна девушка. Мы когда-то с ней дружили по молодости. Как я потом узнала, что она работала подсадной уткой на ментов. То есть у нее было свое преступление, и чтобы не получать большой срок за него, она работала на ментов. Плюс она была девочкой по вызову именно в тюрьме. Так как я общалась со многими авторитетными людьми, она боялась, что я это узнаю и кому-то расскажу. И она постоянно за моей спиной меня поливала грязью, унижала, пыталась, чтобы мой авторитет как-то разрушить. Я освободилась, и я все это узнала. Я это все узнала, но я узнала это уже после того, когда она освободилась, и мы с ней здесь какое-то время прообщались. Она украла деньги, свалила все на меня. Меня там цыгане, целая толпа, меня просто избивали в доме. Я еле-еле вообще оттуда ноги уволокла. Потом, когда я оттуда убежала, эти цыгане еще прибежали за мной, я прибежала туда, где это была девушка, и у меня такая злость была. И они увидели, как я там ей лечь, встать, встать, лечь. Я не знала вообще, что с ней сделала, мне так хотелось ее убить. И потом мы вернулись в свой город после этого воровства. Она мне призналась, я украла для нас двоих, чтобы у нас были там вдвоем деньги. Я говорю, зачем ты меня подставила? Она говорит, я так получилось, я испугалась. Ну, в общем, я как будто бы ее поняла и простила. На самом деле, конечно же, не простила, просто, ну, как бы, списала это, что ладно. И тут мне приходят письма из тюрьмы по отношению ко мне с ее стороны. И я с этими письмами иду туда к ней, где она, как бы, зависает с друзьями. Я просто беру ее за волосы, вытаскиваю с этого бара, завожу в подъезд, начинаю ее бить. Привожу ее в подвал, где там тусовка была у нас. И начинаю бить в этом подвале. И знаете, что вот в тот момент произошло? Била я и не я. Я могла, то есть, ну, я физически была, ну, худенькая, маленькая. Не знаю, эта сила, она тоже была во мне демоническая, скорее всего. Потому что я, стоя на одной ноге, не держась ни за стенку, ни за что, просто руки в воздухе, второй ногой выдавала по 20-30 ударов ей в лицо. Ну, просто совсем, ну, вот это мощные такие... Ногой в лицо. Да. Я очень основательно ее била. Там сидело еще 4 молодых пацана, они боялись меня. Даже когда они давали показания потом, во время следствия, у двоих из них было написано, что они меня панически боялись. То есть это был не просто страх, это была паника. Это здоровые, молодые пацаны, они меня боялись. Сейчас я знаю, что я была одержима. Это конкретная одержимость была. И я понимала, что, ну, я вроде понимала, что мне надо остановиться, но я не могла остановиться. Я ей говорила, ну, скажи что-нибудь в свое оправдание, ну, останови меня, там, скажи, запуталась, заблудилась, хоть что-то скажи. Почему ты это делала, я не знаю. И вот это я не знаю, он у меня прямо зверил. Я когда задавала ей вопросы, зачем ты сделала так или иначе, она говорила, не знаю. И вот это ее не знаю во мне поднимало такую ненависть, что я просто увела ее в лес. Я снялась с нее. Она была в моей одежде, потому что из-за нее я поругалась с мамой. Мама выгнала меня из дома. Я забрала сумки, поставила у нее, и она была в моей одежде. Я снялась с нее, она была вся в моей одежде. Я снялась с нее всю одежду. Единственное, что было на ней, ее, это нижнее белье и колготки. Я сняла с нее колготки, и я колготками ее задушила. И я должна была просто тихонечко повесить. Когда меня насиловали, били, издевались, унижали, мне надо было одеяло этого на себя как-то натянуть от жизни, чтобы хоть как-то согреться, и у меня ничего не получается. Берут меня за руки, выталкивают в коридор. И так интересно получилось, они меня выталкивают, и я прямо лбами сталкиваюсь с той девчонкой, у которой мне надо прощения попросить. Я сидела в церкви и говорила, Иисус, мне так страшно, я так боюсь. Я боюсь, что меня сейчас будут бить. Я не хочу, чтобы меня били. Я знала, что это Бог. Это действует Бог в моей жизни. Он меня защищает, Он меня освобождает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok